МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Очередная громкая потасовка". -"Это просто жесть. По-другому не скажешь". Жильцы дома строителей 30 жалуются на драки во дворе. Сохранить жизнь и здоровье. -"Самое важное – остановить кровотечение". В центре Патриот обучают контрактников медпомощи при ранении. Ночные меломаны и стритрейсеры. Есть ли управа на тех, кто нарушает покой нижникамцев? Лес переполнен отходами. -"Ну, был один месяц, наверное, хорошо ли? Ну, полтора, да? Этот раз пришла, смотрю, свалкой". В СНТ строитель не вывозят мусор. Об этом не только прямо сейчас. В прямом эфире Нижникамские новости в студии Вера Вирца. Здравствуйте. Пьют, дерутся и шумят. Жильцы дома строителей 30 жалуются на драки во дворе. Говорят, это происходит на протяжении пяти лет. Очередная громкая потасовка произошла буквально на днях. Сегодня Анжелика Степанова выясняла, есть ли управа на дебоширов. Это просто жесть. По-другому не скажешь. Вот так в трех словах жильцы строителей 30 описывают происходящее под их окнами. Рассказывают, больше пяти лет во дворе постоянные драки. В будни или выходные разницы не имеют. Место встречи неизменно. Кафе в подвале соседнего здания. Все посиделки там заканчиваются одинаково. Кулаками, криками и вызовом полицейских. Это вот на днях как раз было. Да, вот недавно было. А там вот особенно вот те выходные, вот после вот... Не в эти субботы, а вот в ту субботу, по-моему, там вообще очень сильная драка была. И девочки там, девушки, как говорится, верещали, визжали. Тут вообще ужасно. Если честно, мы снимаем квартиру, и я сказала, самый ужасный это двор. Честно, да. Мы закрываем все окна, все абсолютно, чтобы не слышать этого. Как бы тут постоянно там сборище. Каждый день и в будние выходные здесь собираются. Но чаще всего в выходные, конечно, народа много, большинство не русские. Вот пьют, отдыхают. А сильно не слышно? Ну, шум есть, конечно, от них. Было даже как-то дело, они на крыше шашлык у себя пожарили. Тоже жители жаловались, там вызывали, по-моему. Очередная крупная драка произошла здесь на выходных. Жильцы засняли на видео порядка 20 человек, участников и очевидцев. Рассказывают, в этот раз потасовка закончилась кровавыми следами на асфальте и вмятинами на автомобилях. До сих пор на земле валяются чьи-то вещи, пивные бутылки и пакеты с неизвестными веществами. И это при том, что в нескольких метрах от заведения находится детский сад. Местные жители обратились в правоохранительные органы, но прибывшие на место сотрудники полиции никого из участников драки здесь не обнаружили. Сейчас они опрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Анжелика Степанова, Булат Абдульманов, Новости НТР. И в продолжение темы. Шумят, кричат, слушают громко музыку и устраивают гонки. Нижникамцы жалуются на ночных меломанов и стритрейсеров, которые мешают спать жителям. Как правило, собираются шумные тусовки на парковках торговых центров. Можно ли как-то повлиять на них, узнавал наш корреспондент. Это видео записала жительница дома Лесная-27. Она опубликовала его в соцсетях. Рассказывает, что подобные ночные концерты молодежь устраивает постоянно. Когда уже закончатся эти беспределы на парковках нашего города, время почти час ночи, а музыка орет на весь район. На улице жара, приходится закрывать окна. Но это никак не спасает. И такие жалобы от горожан, которые живут вблизи торговых центров, поступают каждое лето. Доступ к парковкам есть в любое время суток. Ночью сюда никто не пойдет, чтобы сделать замечание, как это бывает во дворах. Тоже возмущена. Сегодняшняя ночь – это что-то. Весь район в курсе, как ребята отдыхают. Я на девятом этаже живу. Слышимость, как будто за окном все происходит. Ребенок болеет. Не спим. Слушаем музыку. У нас такая же ситуация. Дрифтуют постоянно, орут, музыка орет. Невозможно жить уже рядом с этим торговым центром. Обычно ночные меломаны останавливаются в углу этой парковки, открывают двери у машины и включают громко музыку. Но поутру работники торгового центра находят в этих местах следы пребывания шумной кампании. Это пустые банки из-под алкогольных напитков, а также множество окурков. Бороться с шумными гражданами можно и нужно. Для этого жильцам домов нужно обратиться в полицию. В случае нарушения тишины и покоя граждан в установленное запрещающее законом время будние дни это с 22.00 до 6.00, выходные дни с 22.00 до 9.00. На правонарушителей в соответствии со статьей 3.8 Кодекса об административных правонарушениях Республики Татарстан составляется протокол об административном правонарушении. В дальнейшем собранный материал направляется в суд для принятия процессуального решения. Подобные хулиганские действия наказываются штрафом. Светлана Шумкова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Наложить жгут, повязку или тампонировать рану в боевых условиях этому учит контрактников, решивших отправиться в зону СВО Нижнекамский фельдшер Динар Джавадов. Занятия проходят на базе центра «Патриот». Организаторы уверены, что такие занятия необходимы каждому, чтобы сохранить себе жизнь и вернуться домой с победой. Александр Халин тему продолжит. Самое важное – остановить кровотечение. Остановить кровотечение, выполнить боевую задачу и выбраться из этого места. Умение выживать при ранениях в самых сложных условиях. Навык, который должен быть у каждого бойца на передовой. А зам первой медицинской помощи контрактников обучает Нижнекамский фельдшер Динар Джавадов. Знания бесценны. Статистика говорит о том, что 25% раненых погибают от потери крови. Остановить ее – задача солдата в первые минуты. Жгут – один из главных помощников. Смотрим. Раз. Через наружную сторону. Сколько секунд я потратил? Не больше пяти. Кстати, остановить кровотечение можно не только жгутом. В аптечке у солдата есть и другие средства. В ходе занятий ребят знакомят и вот с таким приспособлением. Называется оно турникет. По сути, это тот же кровоостанавливающий жгут. Вот только пользоваться им намного проще. Он также накладывается на конечность. Вот только затягивать его значительно проще. Ну вот, по сути, и все. Готово. Буквально через несколько секунд кровь будет остановлена. Динар Джавадов уже обучил несколько групп контрактников. Как говорит мужчина, помогает тем, чем может. Эти знания необходимы каждому, чтобы сохранить себе жизнь и вернуться домой с победой. Если эти ребята там останутся живы, они там заделают свою работу, то значит кто-то останется, пока дома не поедет никуда. Пока или совсем дома останется, не поедет. Все зависит от них. Все зависит от этих ребят, которые пошли вместо всех нас. Ребят учат не только обращаться со жгутом и бинтами. Рассказывают, и что такое тампонада раны, и как ее правильно выполнить. Кстати, этот метод практически никому из участников не был знаком. Я знал, что ранение, если есть, завязать. А в это бин положить и завязать? Нет. Он говорит, туда его втыкает на это ранение. Он действительно говорит, там же каналы все это есть. Мне очень вот это познавательное мне понравилось. Он умеет объяснять. С уверенностью можно сказать, что после таких занятий шансов на спасение в случае ранения участников намного больше. Но, конечно, каждому из нас хочется, чтобы эти знания у ребят так и остались. Просто знаниями. Александр Халин, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Некоторые жители домов Нижнекамска встретят начало августа очередным отключением горячей воды. Напомню, что где-то ее нет до сих пор. На Менделеево, например, горячей воды нет больше недели. Не станет ее и по адресам, которые сейчас вы видите на экране. С 8 часов 2 августа и до 17 часов 4 августа. На участке ведутся текущие ремонтные работы и замена запорной арматуры. Я напоминаю, что медиахолдинг НТР24 есть во всех социальных сетях. Наши новости можно найти и на официальном сайте ntrdefis24.ru. Там же идет круглосуточная трансляция канала. На 34 копейки больше придется заплатить автолюбителям за литр 92-го бензина. В Татарстане вновь выросли цены на топливо. Примерно настолько же подорожал и АИ-95 до 51 рубля 70 копеек. Незначительно выросла стоимость дизельного топлива. Если говорить об изменениях цен с начала года, то почти за 7 месяцев рост стоимости составил 2 рубля. По словам премьер-министра, стабилизация биржевых цен на топливо должна наступить после завершения ремонта на ряде нефтеперерабатывающих предприятий. Стали ли вы реже пользоваться личным автомобилем в связи с подорожанием бензина? Такой опрос проходит в эти минуты на странице НТР во ВКонтакте. Судя по цифрам, реже машинами горожане пользоваться не стали. Каждый день за руль садятся 74% опрошенных. Для 7% повышение стало существенным. Эти люди чаще стали ходить пешком. 5% считают, что дешевле передвигаться на такси. Остальные из-за подорожания просто стали реже выезжать. Стать участником опроса можете и вы. Для этого нужно отсканировать QR-код, который сейчас вы видите на экране. Внешнекамский велосипедист сбил пенсионерку и скрылся. Произошел инцидент на тротуаре на проспекте строителей. Сначала молодой человек остановился, поднял бабушку и сказал, что поехал в аптеку, однако пропал. Как сообщила внучка пострадавшей, у пожилой женщины обнаружили кровоизлияние. И сейчас она находится в больнице, что грозит нарушителю в данном случае. Об этом нам подробно рассказал адвокат Вадим Голышев. Если велосипедист наехал на пешехода, наступает ответственность по части 2 статьи 12.30 КОАП РФ. То есть штраф от 1000 до 1200 рублей. Если велосипедист моложе 14 лет, ответственность будет насти родители. Если достиг 16 лет, то он будет ответственность нести сам. Если водитель велосипеда скрылся с места дорожного транспорта происшествия, если есть пострадавший, то он может быть привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.27 КОАП РФ. А это уже арест до 15 суток. Мусор в лесу. Садоводы СНТ «Строитель» жалуются, что отходы с территории не вывозили уже три недели. Контейнеры переполнены. По словам дачников, свалку даже оккупировали бездомные собаки, грызуны и насекомые. Есть ли решение сложившейся ситуации, узнавал Денис Макаров. Ну, обрадовались, поставили. Ну, был один месяц, наверное, хорошо. Убирали, да. Ну, полтора, да. Этот раз пришла, смотрю, свалкой. Радость сменилась огорчением. Контейнеры переполнены, хотя появились они тут совсем недавно. Теперь мусор выбрасывают прямо на землю. В СНТ «Строитель» уже три недели не вывозили мусор, говорит Лариса Галямова. Участок женщины находится напротив захламленной территории. Мусор по ветру разлетается. Вот что можно, ходим, собираем. Антисанитария, что еще сказать. Запах. Очень неприятно, конечно, неприятно. Мусор уже начал попадать и в лес. По мнению людей, это настоящая экологическая катастрофа. Вывозить хлам самостоятельно могут не все. Потому количество отходов с каждым днем продолжает расти. Здесь мы же все-таки отдыхаем. Половину работаем, наполовину отдыхаем. Рядом лес. Жалко просто лес. Лес наш жалко. Вот нашу природу жалко. По словам дачников, проблема очень обострилась, когда антисанитария достигла своего максимума. Здесь все чаще можно встретить мышей, большое обилие насекомых и даже собак, которые этот мусор растаскивают по всей территории. Решить эту проблему мог бы председатель СНТ. Однако, по словам дачников, на связь он не выходит. Наши просьбы о вывозе мусора. Телефоны практически никто не берет, не отвечает. И, видимо, забыли. И вот получилась такая неприятная картина. Сами видите. Нарушается экология, грязь, антисанитарии. Однако, нам все же удалось связаться с ним. Председатель СНТ-строитель с дачниками не согласен. Утверждает, что мусор вывозили максимум неделю назад. А перестали это делать из-за сломанной техники. Однако, в ближайшие дни положение обещали исправить. Машина будет здесь появляться два раза в неделю. Денис Макаров, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Необычный гость решил посетить территорию Нижнекамск-Нефтехима. Животные увидели работники предприятия и сняли момент на телефон. Заметив людей, лось пытался скрыться. Так продолжалось некоторое время. Животное бегало по территории предприятия. Работникам стоило больших усилий поймать лося. Сообщается, что сахатому все же помогли вернуться в привычную для него среду. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 0770. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. К 56-й годовщине получения первой продукции. Сегодняшний день для Нижнекамск-Нефтехима большой праздник. В честь знакового события в городе запустили еще один тематический трамвай. В этот раз он посвящен русскому ученому, который внес большой вклад в развитие нефтехимии Дмитрия Менделееву. Первыми пассажирами Менделеевского маршрута стали руководители предприятия и городской администрации, а также юные нижнекамцы. Мы будем продолжать дальше, тем более трамвай ассоциируется в нашем городе в целом с экологичностью, что является обязательным для нашей ценностью, наше предприятие, нашей компании Сибур. Трамвай в фирменных цветах Сибура. В центре портрет Дмитрия Менделеева. Это уже третий по счету тематический вагон. На этот раз маршрут решили запустить в день важного исторического события для Нижнекамск-Нефтехима 56-й годовщины получения первой продукции. Мы должны понимать, что химия это все, все, что нас окружает. Даже внутри нас проходят только химические реакции. И поэтому мы должны понимать, что химия это неразрывно с жизнью. Химия это то, что нас окружает. И Нижнекамск это город химии, мы гордимся этим. Марат Фаляхов и Рамиль Мулин вместе проехались на Менделеевском маршруте. Компанию им составили дети из лагеря «Юность». Для них же организовали экскурсию с рассказом о великом ученом. О его главных достижениях рассказал будущий химик, студент МГУ Нижнекамец Дмитрий Никифоров. Он первым предложил не сжигать нефть, а разделять ее на различные составляющие, на фракции. И он первым в 1877 году предложил способ дробной перегонки нефти. И с этого начала, с этой точки началось бурное развитие химической отрасли. Десятилетний Богдан внимательно слушает рассказ о Менделееве, хотя знает о нем и так немало. Сказывается преемственность поколения. Отец мальчика работает на Нижнекамскнефтехиме. Я лично знаю то, что он создал таблицу Менделеева, в помощь которой ученики могут в любой момент посмотреть, что-то забыли. Сразу после экскурсии трамвай последовал по своему маршруту. От депо до конечной остановки на Красном ключе и обратно. Вагон, как и сам проект про великих ученых и деятелей, пришелся гражданам по вкусу. Для расширения кругозора и для истории, мы же и так смотреть можем на что-то. Наряду с Лимаевским, Бызовским, Менделеевский трамвай сейчас свободно курсирует по городским маршрутам. Проехаться на них может любой желающий. Внутри вагона много полезной информации со знаковыми датами и интересными фактами. Алмас Кашаев, Максим Липин, Новости НТР. За здоровый образ жизни и экологию с таким лозунгом Нижнекамский полумарафон поддержала компания Сибур. Пока спортсмены покоряли дистанции, болельщики и гости мероприятия смогли познакомиться с инновационным брендом Вивилен. Также на площадке проведения полумарафона были установлены специальные урны для сбора пластиковых бутылок. Самые быстрые и выносливые спортсмены отправляются на дистанции в 10 и 21,1 километр. Нижнекамский полумарафон – большое событие, которое с удовольствием поддержал Сибур. Компания стала главным экологическим партнером мероприятия. На всей территории вдоль трассы были установлены специальные контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Также горожан на специальной площадке познакомили с инновационным брендом Вивилен – полимерные гранулы для производства упаковки товаров и напитков с добавлением вторичного пластика. Сбор пластиковых бутылок, переработка их в крошку Вивилена, после этого изготовление бутылок заново. Вот эта технология помогает нам сделать наш мир просто чище. Сибур за экологию и за здоровый образ жизни. Здесь же, на площадке полумарафона, нижнекамцы могли наглядно познакомиться с технологией переработки пластика. Из дробленных пластиковых крышек создавались стильные брелки. Но сначала участникам нужно было, крутя педали велосипеда, перемолоть пластиковые крышки в специальном контейнере. Так что это было не только познавательно, но и весело. Поехали вперед, вперед, вмишусь. Во-во-во-во, вторая пошла. Пока зрители развлекались на площадке Сибура, первые участники полумарафона уже стали появляться на финише. Кстати, в числе бегущих большое количество представителей Нижнекамск-Нефтехима. Я первый раз принял участие в забеге. На лыжах катаюсь, парафон бежал 30 километров зимой, а вот сейчас вот забег. Очень приятно, очень здорово, что пришел Сибур, что все-таки организовывал такие мероприятия. Чудесные атмосферы и элемент праздника такой. На душе хорошо, в теле здорово и забег чудесный. Все замечательно, погода супер, удалось пробежать до жары. Вот, местами был такой ветерок, тенечек. В общем, дистанция очень хорошая, организация супер. Вот, сейчас идем за ребенком, чтобы ребенок еще у нас пробежал 300 метров. Каждый участник, включая детей, получил памятную медаль. Сам же марафон прошел не только с пользой для здоровья, но и благодаря Сибуру с пользой для экологии. Александр Халин, Максим Липин, Новости НТР. Преодолеть себя, обогнать время и получить медаль. Все это предстояло участникам Нижнекамского полумарафона. В этом году Закамский забег, один из крупнейших в республике, прошел в городе Химиков. Как это было, наблюдал наш корреспондент. Смотри, как я могу. Не просто фраза, а призыв к действию. Нижнекамский полумарафон собрал участников со всей республики. Преодолеть себя, победить трассы 10 и 21, и 1 километр, здесь каждый результат одинаково важен. Погодные условия сегодня, как вы сами видите, плюс 35, по-моему, да, уже. Было тяжело, но были пункты питания, были питьевые пункты, поэтому преодолела, было здорово. Первый раз я бежала 10 километров. Спасибо мужу за то, что он меня поддержал, за то, что он меня на это сподвиг. Очень было здорово. Атмосфера очень такая позитивная, очень заряжающая. Такие моменты хочется сохранить. Специально для бегунов и групп поддержки рядом с финишным створом работает фотозона Теледва. На экране высвечивается итоговое время каждого участника. Здесь можно сделать столько дублей, сколько нужно для отличного снимка на память. Теледва постоянно совершенствует качество связи и мобильного интернета на территории всей Республики Татарстан. Но мы также поддерживаем и активный образ жизни наших абонентов, их интересы, увлечения, любовь к спорту, к бегу. Мы знаем, что довольно сложно бывает найти удачные фотографии себя в фоторепортажах. Но как важно запечатлеть этот момент преодоления себя. Поэтому сегодня компания Теледва организовывает удобную фотозону, где все фотографии получаются отлично. Для болельщиков и гостей мобильный оператор организовал зону отдыха со всем необходимым для комфортного ожидания. Пуфами и станциями для зарядки гаджетов, чтобы быть готовым сделать удачные кадры и сразу поделиться ими в социальных сетях. Благодаря быстрому мобильному интернету Теледва. Александр Халин, Максим Липин, Новости НТР. А на сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Далее небольшая информация от синоптиков. Я же с вами прощаюсь. Продуктивной вам рабочей недели. Во вторник, 1 августа, в Нижнекамске ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В среду погода останется без существенных изменений. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.